В Крыму начнут обучать, а зам технических профессий, начиная со школьной скамьи. В Симферополе уже появился первый филиал открытого инженерного сообщества. Его основная специализация – создание роботов. Век новых технологий не перестает оправдывать свое название. Сейчас, к примеру, собрать нового робота по силам даже школьнику. К примеру, этот механический прототип хищного растения собрал восьмиклассник. А вот Иван своего первого робота и специального инженерного конструктора собрал еще в три года. Теперь создание и программирование новых механизмов – его любимое увлечение. Его особенность в том, что он едет только по черной линии и не уходит за нее на поле. Есть мировые соревнования про робототехники, они проходили недавно в Сочи. Я там хочу заработать первое место, когда подрасту. Для того, чтобы каждый ребенок смог приблизиться к своей мечте и попробовать себя в роли инженера, республиканские власти содействуют открытию специальных технических сообществ. Модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей предусматривает создание в системе дополнительного образования ресурсных центров для обеспечения технологической подготовки обучающихся, организации научно-технического творчества. В Симферополь уже зарегистрировали первое открытое инженерное сообщество. Там детей будут обучать нелегкому мастерству, начиная с пяти лет. К студенческим годам ребята будут иметь не только необходимую базу знаний о современных технологиях, но и сами смогут их создавать. На первых стадиях обучения используются специальные конструкторы-датчики, которые можно программировать по своему усмотрению для выполнения различных функций – от движения до издания звуков. Три часа урока ребенок успевает собрать, запрограммировать и наиграться своим роботом. Это важно. Небольшой разрыв между школьником и преподавателем-студентом. Очень важно, что привлекаются инженеры. То есть ребята развивают мозг с пяти лет. В Крымском филиале инженерного сообщества учебная программа гармонично сочетает в себе три направления – механику, электронику и программирование. Робототехника позволяет в увлекательной форме познакомить учащихся с широким кругом инженерных направлений и показать реальные примеры применения полученных знаний по математике и физике. Обучение ребятишек с малого возраста – программировать, конструировать и комплексно подходить к инженерии. То есть, условно говоря, мы учим ребят создавать работающий прототип работающего робота – робота-собачку, робота-ездящего и так далее. Руководитель открытого инженерного сообщества не сомневается. Если детям с детства прививать технические навыки, то со временем импортную технику смогут заменить и отечественные производители. Дмитрий Попов, Анатолий Скорик, Александр Смычек. Время новостей.